Слияние поглощения в эфире Первого делового. Здравствуйте! Крупнейшие сделки всемирно известных компаний в программе далее. Не будет слияния новозеландской Sky Network Television и британского оператора сотовой связи Vodafone Group. Сделку заблокировали регуляторы. Посчитали, что соглашение ослабит конкуренцию, так что крупнейшая в Новой Зеландии телекоммуникационная и медиа компания образована не будет. А сумма потенциальной сделки составляла 2,5 миллиарда долларов. А вот сделка по слиянию 21st Century Fox и Sky только ждет рассмотрения антимонопольными органами. Сумма предполагаемой сделки составит 14,9 миллиарда долларов. 21st Century Fox планирует выкупить 61% акций компании Sky, получив таким образом полный контроль над британской компанией. Министр культуры Великобритании Кайрон Брэдли заявила, что захват компании Fox с телеканала не может быть направлен против общественных интересов и требует более глубокого рассмотрения. Если сделка состоится, корпорация Руперта Мердега займет третье место на мировом новостном рынке и будет воздействовать на общественное мнение через радио, телевидение, прессу, интернет. YIT поглощает Лэймин Кейнен. Слияние финских компаний приведет к появлению одной из крупнейших девелоперских структур в Северной Европе. В руководстве уверенно объединение создаст финансово устойчивую компанию, сферы деятельности, в которых обе компании сильны, дополняют и сбалансируют друг друга. Это повысит устойчивость компании к колебающимся рынкам. Предварительно объединенный годовой оборот создаваемой компании составляет примерно 3,4 миллиарда евро. Операционная прибыль 85 миллионов. Госсовет КНР одобрил слияние национальной машиностроительной «Синамак» и текстильной компании «Хэнтянь». Согласно плану, текстильный конгломерат станет стопроцентной дочерней компанией «Синамак» и больше не будет находиться под непосредственным управлением комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. Сделка позволит сократить число государственных предприятий центрального подчинения в Китае до 101. Нынешнее слияние соответствует поставленной властями цели повысить конкурентоспособность государственных предприятий. Слияние Дюпон и Доу Кемикал получило одобрение канадского регулятора. Поставленное им условие аналогично тому, которое поставили регуляторы США и ЕС. Компании должны выполнить заявленные ими самими ранее продажи активов. Дюпон продаст значительную часть своего бизнеса гербицидов, FMC Corporation Doe Chemical – часть своего производства пластиков компании SK Global Chemical. Продажи активов, подчеркивает регулятор, необходимы для предотвращения значительного ослабления конкуренции на рынке. Голландская Royal Philips купит производителя медицинского оборудования Spectranetics. Сумма сделки – 2 миллиарда 150 миллионов долларов. Совет директоров медицинской компании одобрил сделку. Ожидается, что она будет закрыта в третьем квартале текущего года. Philips была основана в 1891 году. В первую очередь Philips намерена сосредоточиться на локализации производства устройств компьютерной томографии и ультразвукового оборудования. Alibaba Group планирует увеличить долю в одно из лидирующих в Южной Азии интернет-компаний Lazada Group. С нынешних 51% до приблизительно 83% за примерно 1 миллиард долларов. В результате транзакции общий объем вложений Alibaba в Lazada достигнет 2 миллиардов долларов. Lazada продолжит функционировать под своим брендом после сделки в качестве финансового консультанта по слиянию, выступил банк Morgan Stanley Asia. Alibaba, специализирующаяся на электронной коммерции, была основана в 1999 году. Ее пользователям доступен сервис, комбинирующий отдельные функции eBay, Amazon и PayPal. Помимо онлайн-ритейла, компания развивает платежную систему Alipay. Lazada – частная компания, основанная в 2012 году. Штаб-квартира находится в Сингапуре. Компания работает в области электронной коммерции, в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах и в Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. Китайский телеком-гигант Tencent чуть не купил WhatsApp и почти стал совладельцем Snapchat. Об этом стало известно из недавнего интервью президента Мартина Лау. Оказывается, глава Facebook Марк Цукерберг буквально увел WhatsApp из-под носа у конкурирующего претендента Tencent. Китайская компания была очень заинтересована в сделке с WhatsApp, так как благодаря ей Tencent могла получить глобальный охват. Приговоры о приобретении мессенджера ввел лично председатель совета директоров компании Ма Хуа Тен. Однако, когда стороны были уже близки к заключению соглашения, топ-менеджер перенес операцию на спине. По причине болезни Ма Хуа Тену пришлось отложить визит в Кремниеву долину для завершения переговоров с основателями сервиса. Этим, по всей видимости, и воспользовался Марк Цукерберг. Он перехватил инициативу, предложил за WhatsApp 19 миллиардов долларов, что более чем двукратно превосходит сумму, которую планировал заплатить Tencent. Кроме того, Мартин Лао сообщил агентству, что в 2013 году хотел стать стратегическим инвестором еще одного зарубежного мессенджера – Snapchat. Какую именно сумму предполагалось вложить тогда, президент Tencent не уточнил. На этом все. Пусть ваши сделки всегда будут удачными. Оставайтесь первым деловым. Редактор субтитров А.Семкин